Здравствуйте, я хотела бы пройти диспансеризацию. Да, пожалуйста, проходите, пожалуйста, в эту сторону, кабинет номер 16. Спасибо. Диспансеризация включает в себя два этапа. Первый, так называемый скрининг, проводится с целью выявления у граждан признаков хронических заболеваний и факторов риска их развития. Какие у вас жалобы на данный момент? Жалоб в целом нет, но с наступлением осени есть такая хроническая какая-то усталость. Вот хотела бы по этому поводу пройти обследование. После устного опроса пациентов направляют на обследование. Минимальный перечень входит в замеры роста, веса, артериального и глазного давления, флюорография, ЭКГ, анализ крови. Для женщин посещение врача-гинеколога. На правом глазу у вас давление 18, на левом 20. Давление у вас хорошее, а глакомы нет. После первого этапа пациентов, имеющих показания, направляют к узким специалистам. Сейчас отмечается рост и сердечно-сосудистых заболеваний, и онкологии, и масса других заболеваний, о которых человек живет и не знает. И для того, чтобы вовремя и на ранних этапах распознать многие заболевания, которые есть у наших жителей, в том числе и у всех нас, нужно обязательно раз в год проходить диспансеризацию. Пройти диспансеризацию и профилактический осмотр в Подмосковье может каждый житель. Сделать это можно в любой поликлинике. Также записаться можно через портал госуслуги и по номеру телефона 122. Для удобства работающих граждан в Сергиево-Посадском округе два раза в месяц по субботам проводится единый день диспансеризации. Ближайший пройдет 21 октября. Дарья Леонова, Дмитрий Зайчиков, ТВР24.